итак дамы и господа и зрители нашего канала хотим представить пляж фонар фонар бич он считается здесь кстати обоснованно считается здесь одним из лучших пляжей многие кстати утверждают что это самый лучший пляж и все стараются сюда точнее пляж получается скажем так паблик бич но туда привозят там много отелей я думаю те кто был в египте прекрасно знает это что на одном пляже может затачиваться там до 10 отелей но может это и больше в общем сколько на место позволяет сейчас можно сказать что в египте март месяц и туристов в принципе более чем достаточно вы можете сказать блин русский жене не удивитесь или я сам честно удивился потому что гораздо больше стало местных то есть потеплело из каира двухдневные трехдневные туры организовывают на выходные привозят по два-три автобуса в отель в отеле ну упасть негде зависимо от отеля конечно скажем урок вот там столько местного населения я не говорю там хорошо или плохо у всех своя культура каждый как бы живет как жил всю жизнь до согласно традициям да для нас есть вещи диковатые в плане того что там едят руками там или еще что-то ну так видели бы как они едят ну ладно это отдельная тема в общем по фонар бич недалеко кстати пальм бич немного пройдетесь по главной дороге вниз видите фонар пляж фонар значит вы видите сейчас конструкцию архитектурную конструкцию это памятник погибшим людям которые разбились в авиакатастрофе вот год я только не понял 2005 или 2007 год 2005 наверное год самолет взлетел и сразу же практически сразу упал в воду не успели скажем так никто не выжил потому что приплыли подплыли да обнаружили самолет в общем плавали ладно не будем об этом в общем этот памятник сделан построен жертвам авиакатастрофа такая своего рода достопримечательность на сегодняшний момент вот он наш фонарь эль фонарь вот а море сегодня полный штиль а практически полный штиль красота рыбы должно быть много все должно быть красиво и четко амар сина амар сина 5-минутой пляжа Топальм бич я хочу фонар да, здесь 2-минутой пляжа а, и фонар ok мы продолжаем спуск к пляжу что хочется сказать да, все ненавидят эти ступеньки по которым приходится спускаться к пляжу а потом, как ни крути приходится подниматься результат прокачаешься аж бегом все, что съел, будет потрачено так как подниматься и опускаться придется прилично лестница большая да, вот здесь бы лип, конечно же, не повредил бы так, ну что я хочу сказать ну, блин, коралл ну, опять же, там получается да а здесь, как бы, песочек кстати, ступеньки, да, крутоватые то есть, надо смотреть под ноги и быть очень внимательным потому что улететь вниз так 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 да, возможно, пальма будет лучше хотя, опять же все расхвалят фонарь ну, сейчас посмотрите здесь чем-то что пляж находится между скалами то есть, ну, куда пошли может быть ветра ну, ветра и нет ну, сегодня надо день такой, что нет ветра вчера бы посмотреть как это все было здесь что-то как-то не производит впечатления пока что, да ну, по крайней мере, увиденное сверху говорит о том, что коралл, конечно, есть ну, придется, да, метров 150-200 отплыть от берега где-то есть понтон тут попроще у нас же, я так понял, на пляже понтона нет получается, надо будет, конечно, преодолеть расстояние и вот там, скорее всего, будет очень симпатично но пока что не вижу, да, красоты маленький клочок в общем, я даже будешь представить, сколько здесь людей когда не людей в смысле, что происходит когда здесь будет много людей и в результате, как бы действительно, можно сидеть друг на друге можем сюда поставить ну, вот, отлично вот в тени, чтобы отлично хорошее место тут уже сидел с ракушками со с ракушками в общем, пляж нормальный но тут дырка хелоо, хаарио? амили Субтитры сделал DimaTorzok